Мужчина в 15 лет, у него второй цветок вообще не работает, а все уже стало большим. Все такое крепкое, крупное, уже такое мужское, уже в 15 лет, уже представляете, и он может прямо роту зачать целую, но все дети, которые родятся у него, будут такими же развитиями, как и он. Спасибо большое. Понимаете, в чем я дверь заключается? В том, что то, что вы спросили меня, это нормально. Можно жениться раньше, чем ты родился, можно так сделать. Вы уже женились, нет? Нет, ничего, нет ничего. Женились? А? Уже разженились, да? Что же, совсем прямо, совсем уже? И вы уже опять собрали жениться, да? Уже нашли кого-то себе, да? Понятно. Тогда уже тут ответить нечего. Понимаете, такую вещь, что вот эта разводка вполне закономерна. Потом ведь будет то же самое. Вы сейчас женитесь, но параллельно работаете над собой. Понимаете? Просто, понимаете, такую вещь, что недоразвитость ведь не означает для мужчины, что у него работы нет. Это результат недоразвитости. Недоразвитость означает, что у него нет силы. Понимаете? Вот как вы думаете, какой главный признак того, что женщине не надо выходить за мужчину замуж? Как определить, что он не тянет в семейную жизнь? А? Не можете обеспечить себя, это классный признак, но не главный. Есть еще более главный признак. Женщины, слушайте меня внимательно. Если вы капризничаете рядом с мужчиной, и он в ответ капризничает тоже, скажите ему «до свидания». Главный признак того, что мужчина способен терпеть семейную жизнь, это его способность терпеть эмоции, женские эмоции. Это признак силы мужской. Это значит, что у него есть какая-то сила. Вообще, мальчик отличается от мужчины. У мальчика все очень сильно, крупно, большое, все классно, как бы. Но у него нет возможности терпеть эмоции, понимаете. Он, когда девушка обижается, он тоже очень обижен. Хотя все выросло уже. Понимаете, вот в этом проблема. И когда мужчина становится крепким, вот терпеть эмоции может, это значит, что он способен также и обеспечить семью. Поэтому, потому что это всего лишь мужская сила, понимаете. Возможность обеспечить семью идет всего лишь из силы воли. Из мужской вот этой решимости, из мужской храбрости, из мужской способности терпеть ситуацию. Понимаете, это все одно и то же. Если вы говорите, я как бы еще не до разу для того, чтобы работу себе найти, это также означает, что вы будете страдать в личной жизни. И то, что у вас произошло в первой семье, это не является случайностью, это закономерность, понимаете. Я конкретно о вас сейчас говорю. Поэтому вам надо параллельно с тем, что вы сейчас опять женитесь, а это всегда так бывает, когда мужчина некрепкий, он женится сразу же после того, как разелся. Это означает, что он не может держать себе эту энергию половую, она у него не контролируется. Вам надо сейчас параллельно съезды начать совершать. Молитва, режим дня, работа над собой. Делайте это. И потом у вас будет достаточно силы внутренней, одновременно, чтобы терпеть психику женщины и одновременно найти себе работу. Это одинаковая сила. Она и туда, и туда идет одновременно. Понимаете? Ответу на вашу вопрос. Астеза, астетизм, вставать пораньше. Мужские астезы означают, что самое простое, какую-то секцию пойти, морду кому-то побить, пооджиматься, гейки поподнимать. Это самое простое. Мужчина может с этого начать. Астеза, молитва, это не простая вещь. Это просто как бы, ну хотя бы физически что-то делать, там, захаливаться, бегать. Ну то есть что-то хотя бы делать для того, чтобы сила воли укреплялась, понимаете? И физически начать что-то делать с собой. Потом следующий этап – это работа над питанием. Когда человек уже крепок физически, ему надо перейти дальше на контроль чувств. То есть он должен дальше на свое питание переключиться и попытаться отказаться от той пищи, которая деградацию вызывает в сознании. И тем более там спиртное там и так далее. Когда мужчина до этого дошел уже этапа, дальше уже молитву можно подключать. Дальше он может уже вот эти настрои, побеждать настроем, если будет. Понимаете, в это время где-то он почувствует, что он уже может заставить себя трудиться, ходить на работу там и терпеть женщину. Не когда она пластово улыбается, а когда она плачет и что-то конючит. В этот момент мужчина проверяет себя отлично. Он должен быть крепким и спокойным, как воспринимать ее очень. Говорит, да, она хорошая, все будет у нас нормально, не волнуйся. И она – «Терпеть, как седаваясь!» Ну, все будет нормально, не волнуйся. Все будет хорошо. Понимаете, если вы задали этот вопрос, это значит, что это у вас обязательно свершится. Потому что человек, который видел цель, обратной дороги уже нет. Вот не обязательно придет. Знание – это та штука, которая всегда приводит человека к победе. Раз вы это все поняли, раз вы при всех выслушали про вашу жизнь, все это проглотили, когда-то у вас там очень глубоко зашло, и теперь дальше будет однозначно победа. Реально. Спасибо.